Я сразу предупреждаю, лучше вы меня не обижайте, потому что я потом долго очень прощаю, и вам плохо будет, и мне. Выходил на тренинг, к психоаналитику, он там закрыл какие-то мои гештальты, и я этот вопрос решил. Не решится этот вопрос. Мы должны научиться смотреть на ближних и дальних глазами Бога. Задержавшись в обиде, ты просто глупеешь. Просто глупеешь на глазах. Видимо, какой-то есть демон, если иконописцы будут писать его портрет, наверное, у него выпечена нижняя губа. Вот так вот. Это будет демон обидчивости. Доброта и человеколюбие. Вот последний пункт, к которому мы должны прийти. Здравствуйте. Сегодня на библейском портале «Экзигет» мы поговорим о прощении с Архимандритом Саввой Мажука, публицистом, телеведущим, писателем. Отец Савва, здравствуйте. Здравствуйте. Отче, христианам заповедано прощать. Спаситель говорит, если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Почему такая радикальная формулировка? Почему Господь не может простить тех, кто не прощает? Я бы не стал так говорить, что Господь не может простить тех, кто не прощает, потому что это все такие глубины Божьей мысли, Божьей жизни, которые нам недоступны. И мы, наверное, хотя и имеем все основания делать такой вывод, все-таки, наверное, следует нам воздержаться от того, чтобы так радикально выстраивать формулировку. Потому что мы имеем дело с живым Богом, а Бог имеет дело с живыми людьми. Но наш Бог — это Бог человеколюбия и доброты. Это, в общем-то, синонимы. И хотя мы говорим о том, что Бог есть любовь, я думаю, что для уха человека современного может быть важнее даже говорить «человеколюбие». Потому что слово «любовь» у нас в нашем современном лексиконе как-то слишком истерлось, с одной стороны. А с другой стороны, мой любимый возглас, который звучит чаще всего, может быть, на богослужении, «яка благ и человеколюбие с Бога и си». Благ — это добр, он добрый, и человеколюбие с Бога и си. И вот у нас должны быть те же чувства, не что и во Христе Иисусе, говорит апостол. И мы должны научиться смотреть на ближних и дальних глазами Бога. Ведь всё, что существует, оно существует только потому, что Господь его любит, даже демоны. Нам казалось бы, что это же враг рода человеческого, и человеколюбец не может попускать бытия подобных тварей. Но Господь любит и жалеет даже их. И святые люди, которые сподоблялись этого дара смотреть на близких глазами Бога, они как раз говорили о воспитании сердца милующего ко всей твари. Вспомните Исаака Сирина, его знаменитую фразу, которую просто надо выбить в золоте, о том, что у подвижника сердце милующего вызывает у него слёзы даже при мысли о нечистых духах, о гадах ползучих. Это невероятно. И подобное милующее сердце, воспитанное, доброе сердце, человеколюбивое сердце — это знак человека Божия на самом деле. Преподобный Серафим Саровский, который потерял способность причинять кому бы то ни было вред, когда на него напали разбойники. Мы помним этот эпизод. Я думаю, в возрастании, в монашеском образовании преподобного Серафима это был выпускной экзамен в какой-то смысле, потому что он долгими годами подвижничества, затворничества и постничества он воспитывал не свой суровый аскетический дух, а своё любящее человеколюбивое сердце. Вот это очень важно понять, чтобы ты потерял способность ненавидеть вообще, способность строить какие-то обиды, потому что обидчивость, кроме того, что это состояние очень опасное в духовном отношении, оно опасно даже внешне, по-человечески, потому что обида оглупляет. Это факт, с которым я столкнулся в своей жизни, потому что я тоже человек очень впечатлительный, обидчивый. И в какой-то момент ты вдруг начинаешь замечать, что ты, задержавшись в обиде, ты просто глупеешь, просто вот глупеешь на глазах. Потому что заужается как будто бы твой кругозор, ты уперся в одну стену и не можешь сдвинуться, и ты не видишь, что за стеной, что рядом, что дальше, что на нескольких шагов вперёд. Это опасное состояние даже в интеллектуальном отношении, но вот у апостола Павла, помните, в гимне любви, там же есть перечисление того, что значит любовь. И там говорится о том, что любовь не исчезла, там есть глагол такой «лагидзо май», то есть она не подсчитывает обиды. Бывает такое состояние, я сам его, признаюсь, переживал, наверное, и буду ещё переживать, потому что я человек, увы, несовершенный. Когда ты начинаешь подсчитывать, как будто, а вот он, понимаете, в 1984 году тогда в школе мне такое сказал, и сейчас я к нему позвонил, то есть мы начинаем обобщать. И вот один из моментов таких очень простых, которые я для себя вывел, у меня есть несколько правил, четыре правила, которые я следую в жизни, иногда повторяю про себя, чтобы не забыть. Вот одно из них звучит так, не обобщай. Вот то, что касается живого человека, рабочих моментов, может быть, да, это работает для научной деятельности, для написания статьи, для каких-то обобщений статистических и прочих вещей, это работает. Но когда ты имеешь дело с живым человеком, не обобщай. То есть мы любим говорить, «Вечно ты приходишь на полчаса позже, но опять ты, как обычно, ты мне не перезвонил». Это обобщение. Это простые вещи, которых тут же нужно избегать. Вот просто как только ваша мысль приобрела такую тональность, нужно ее поменять. То есть вы сразу можете сказать, что вы заблуждаетесь. Вы не объективны, вы не правы. Это разврат, потому что обида, кроме того, что это глупость, это еще и разврат. Это разврат. Но из глупости и разврата это может стать еще и беснованием. Потому что я думаю, что обидчивость в своих крайних проявлениях это именно одержимость демоном. Видимо, какой-то есть демон. Если иконописцы будут писать его портрет, наверное, у него выпечена нижняя губа. Вот так вот. Это будет демон обидчивости. Надутые щеки и выпечена нижняя губа. Но я встречал таких людей, которые просто себя целиком, полностью инвестировали в обиду. То есть она просто становится иногда у человека просто смыслом жизни. И если он перестанет обижаться, он, наверное, перестанет жить. Это настолько радикально, что вся жизнь его подчинена этому беснованию. Это уже не жизнь, а какие-то конвульсии бесноватого человека. Ведь не только на вычетке крутит, например, человека перед мощами или святой иконой, или чашей с причастием физически. Может выкручивать как-то изнутри, калечить, выламывать жизнь. Но это уже крайняя форма беснования, до которой лучше уж совсем никогда не доходить. Потому что меня, например, спасает всегда то, что я не могу долго быть серьезным. То есть я бы пообижался, но два вещи — лень и чувство юмора — не дают мне в этом надолго задерживаться. То есть ты обижаешься, потом обижаешься, потом начинаешь просто ржать с этого всего. Но это может быть особенность характера. Но в этом смысле, конечно же, нужно, может быть, находить какие-то пути выхода из этого опасного состояния. Оно не безобидно, еще раз говорю. Мало того, что это оглупление, разврат, но еще и может закончиться такими вещами, которые потребуют просто отчитки даже. Но здесь, как и во всем, что касается живого человека, есть всегда личный почерк и личная канва биографии. Потому что обидчивость или вот это состояние невозможности простить протекает как болезнь в конкретном теле, душевном или телесном. Знаете, есть люди, у которых проблемы с сахаром. Например, наш старый покойный наследец Антонио, у него была тяжелейшая форма сахарного диабета. И первое, что показывает такие проблемы, не заживает раны долго. Из-за чего, например, люди больны диабетом, они иногда умирают от гангрен, разных родов ампутаций переживают, потому что не заживает и все. Вот с обидой нечто подобное, наверное, происходит в душе. Потому что какой-то уровень глюкозы, какой-то духовный, я не знаю, чего именно, может быть, доброты. Если прыгает, скачет в человеке, он неправильный, неверный. Или, может быть, есть еще какие-то биографические моменты, то есть связанные с тем, что человек очень изранен был до этого, очень пострадал от несправедливости, от предательства. Много объективных вещей есть. И ты, как диабетик, не можешь долго эту рану зарубцевать, не в состоянии. Вот ходит человек, как кажется, все предпринимает, пластыри прикладывает. Как и мы говорим человеку, который обиделся, помолись, подай записочку, причастись. Обязательно, конечно, нужно на исповедь сказать, что у тебя такая проблема есть. Сделай добро этому человеку, просто зажимая зубы, нанести ему пользу непременно. Но не работают эти вещи, раны никак не заживают, потому что есть моя личная конституция и есть моя биография, которые влияют на состояние регенерации в моей душе. Да. И с этим очень трудно совладать. В этом случае не надо отчаиваться, потому что просто у каждого своя история. В здоровом организме это все быстро происходит. Вот дети поругались, побились, через пять минут уже лучшие друзья. Все хорошо, все замечательно. И для нормального человека это именно так и должно происходить, чтобы не носить камень за пазухой, потому что обидчивость говорит о неспособности простить, о проблемах, которые гораздо глубже еще находятся. Они не связаны с этой конкретной ситуацией обиды. Но иногда нужно просто, понимаете, даже смириться. Вот преподобный Серафим Саровский говорил, что к своим грехам нужно относиться, к грехам ближнего. Да, конечно, эту фразу можно использовать в корыстных целях, безусловно, но в ближнем мы должны прощать до седмижды крат, седмирицию. Терпеть. Так вот, некоторые свои болезненные состояния иногда тоже нужно терпеть, долго очень. И годами ты не можешь зарубцевать эту рану никак. Она не зарастает, но нужно потерпеть. Нужно все равно в этом направлении двигаться, все процедуры предписанные исполнять и не торопиться. И ни в коем случае не отчаиваться, потому что у каждого человека свой личный ритм духовной жизни. Себя не надо сравнивать с другими. Вот посмотрите, там вот Танечку обидели, а она уже наутро веселая ходит, всем пирожки принесла и забыла обиды. Не надо сравнивать. У каждого из нас своя история. Поэтому истязать себя по этому счету это глупо. Это неправильный подход. Наоборот, раз Господь тебе показал эту проблему, Он тебе доверил. Доверил как-то, может быть, самому справиться с чем-то, но при этом прося помощь Божию. Вы упомянули рану, которая долго может болеть. А стоит ли приравнивать эту боль к непрощению? Можно ли так думать, что человек все-таки может простить другого, но рана будет заживать долго? Или пока она заживает, значит, ты еще не простил? Конечно, конечно, ведь мы себе не судьи. Вот в чем дело? Тебе кажется, что ты всех простил, все хорошо, и тут тебе бессонная ночь. Вот у меня бессонница часто бывает. Я такой добрый, хороший, иногда говорят, самый добрый батюшка в Гомеле. А другие говорят, это самый кровожадный батюшка в Гомеле. И обе формулировки верны, наверное. Но когда у меня бессонница, я превращаюсь в такого бабая. и спрашиваю, а вот, а вот этот так сказал обо мне, а почему ко мне так относится, епископ, а почему мне написали такой гневный комментарий, нужно выписать этот комментарий, и буду знать, что этот человек, вот он мне гадости постоянно делает, это же надо. И вот, и пять лет назад он тоже статью такую про меня написал. это просто то, чем Господь нас смиряет. Он показывает, что ты думал, что такой вот христианин, а вот из тебя поперло христианство, как говорит моя приятельница, вот поперло христианство, тебя вдруг обошли наградой или вниманием, или улыбкой, и сразу из тебя поперло христианство, и видно, что внутри было не совсем все ладно. Нужно в такой ситуации сразу сказать, Господи, спасибо, спасибо Господи, что ты мне показал, кто я на самом деле, что есть у меня такие проблемы, опять же, отнесись к этому спокойно, потому что мы себе не судьи, мы не знаем, как у нас внутри благополучно или нет. Это, кстати, связано с тем, что многих православных людей смущает такая мысль о том, что я не исправляюсь. Вот я хожу, говорю все время одно и то же на исповеди, я так топчусь на месте, никаких перемен нету, я все время как осуждал, так и осуждаю, как сердился, так и сержусь. И это просто эпизод нашего развития, как это бывает, например, в изучении языка. Тебе кажется, что ты вроде бы грамматику поднял и все должен понимать, и ты открываешь Цицерона и понимаешь, что не в состоянии ты прочитать это предложение, потому что там так много периодов, что у тебя вот все просто руки опускаются. Думаешь, ну я же учил, я же знал, получается, все впустую, все напрасно. Нет, просто ты теперь немножко подрос, тебе Господь новые задачи перед тобой ставит, а иногда, может быть, оставляет на второй год. Я по себе могу сказать, что я, наверное, на второй год остаюсь последние лет двадцать, а то и больше. Вот как-то так. Мы, видимо, в новоначальных очень долго ходим, и редкие из нас достигают действительно доверия, того доверия Господа, когда он настоящее искушение посылает. Понимаете? Мы такие благополучные бываем, потому что нам настоящих искушений еще не доверяли. Да, как один из старцев говорил, что не надо говорить, что я вот сражаюсь с нечистыми духами. Да ты просто еще не пробовал ни разу, что это такое. Ты в своих мыслях пока просто запутался, а демону с тобой скучно. Он даже не интересуется тобой, потому что ты сам себе какую-нибудь работу там найдешь и устроишь. А что такое прощение? Это нежелание мести человеку или это ровное отношение в его присутствии к нему или это любовь к нему? Как вообще понять, простил, не простил, что такое это? Я не знаю, потому что мне очень тяжело прощать. Я сразу предупреждаю своих друзей, что лучше вы меня не обижайте, потому что я потом долго очень прощаю и вам плохо будет, и мне, вам будет еще хуже, чем мне повода от меня. Я думаю, что ключ ко всему это наш литургический возглас «Яка благо человека любит Бог виси». Мы должны все-таки искать меры Иисусовой. Мы должны учиться достичь такой доброты, при которой даже обида не способна нас поколебать. Ведь посмотрите, как умирает на кресте спаситель, какие он слова говорит, невмени им отче греха сего, как умирает архидиакон Стефан. Это просто такая история, которая ни одного читателя, наверное, не может оставить равнодушным. Просто вот человека ни за что. Он же ничего плохого не сделал, он ничего лживого не сказал. Все правда, с большим уважением. Зачем? Скрижещут зубами. Вот как это так? Скрижещут зубами, руки чешутся, даже Павел там, Савл, перетоптываясь с ноги на ногу, хотел тоже поучаствовать, но ему доверили только сторожить, как вы помните, одежки тех, кто забрасывал камнями. И вот архидиакон Стефан видит спасителя за несколько мгновений до смерти и говорит, отче, не вмини им греха сего, они не знают, что делают. Он их жалеет. У него нету ни грамма злости или раздражения против них. Я помню, как когда мы с братьями шалили в детстве, у меня три брата, то есть четыре мальчика, это просто банда сразу, небольшая. И мама, когда там что-нибудь опрокидывалось или что-то случалось, она говорила, ну просто зла не хватает. И мне эта фраза кажется предельно христианской. Христианин это человек, которому должно не хватать зла. Вот я бы разозлился, но мне не хватает зла. Это очень хорошо, когда не хватает зла. Я бы обиделся, но у меня нету ресурса обидчивости, не из чего просто обижаться. и мы должны постепенно вырастать в эту меру Иисусову, в меру доброты и человеколюбия, но не форсируя себя, вот что важно, и не истязая себя. Я уже должен быть, понимаете, на каком-то, как мне один монах когда-то говорил, что вот ты два года в монастыре прожил, а согласно добротолюбии ты уже должен чудеса совершать, если ты живешь по послушанию. Значит, ты не по послушанию живешь. Ты же не совершаешь чудеса? Я говорю, я совершаю чудеса, но просто не в таких промышленных объемах, как вы, конечно, но они совершаются. То есть, если мы подходим с какой-то схемой к живому, вы заранее обречены на неудачу. Увы, заранее обречены на неудачу, но поэтому нужно терпеливо, спокойно, с доверием Господу расти в правильную меру. Как помните, у нас в школе были эти задачники дополнительные к учебникам, в которых были ответы в конце. И некоторые учителя их даже вырывали, чтобы не соблазнять школьников. Вот ты решаешь задачу, можешь сверить со ответом, правильно ты решил или неправильно. Так вот у нас в Евангелии уже есть ответы правильные. Мы еще не решили, наш жизненный путь еще не закончился, но там есть правильный ответ. Доброта и человеколюбие. Вот последний пункт, к которому мы должны прийти. В общем-то, в этом смысл всех наших духовных упражнений. Я пощусь потому, чтобы стать добрым и человеколюбивым. Я молюсь, чтобы стать добрым и человеколюбивым. Я в Храме Божьем вхожу, чтобы быть добрым и человеколюбивым. Не на светский манер, а в меру Иисусову. И достигнуть этого можно не своими усилиями. Это дар Духа Святаго, потому что наша духовность другого порядка. Как в молитве утреннем мы читаем «Воспевая благодать у Владычица, ум мой о благодати». Ум сам по себе уже есть нечто духовное, но я прошу, чтобы Царица Небесная его облагодотила, чтобы он был освящен Духом Святым. Так и мое прощение может быть психологически выстроенным. Я походил на тренинг к психоаналитику, он там закрыл какие-то мои гештальты накрепко, и я этот вопрос решил. Не решится этот вопрос. Прощение на самом деле это дар Божий, а его нельзя вытребовать. Мне сказать, мне положено, вы обещали, нет, тебе дадут, когда сочтут нужное, а может вообще никогда не дадут. Но истязать себя не надо, надо просто смиряться перед Господом, потому что мы рабы неключимые письмы. Все, что можем, мы пытаемся делать, а дальше только милостью Божию. Мы вообще спасаемся только милостью Божию, по большому счету. Поэтому сколько мы там со своей стороны успеем сделать, это большой вопрос. Но все-таки если человек проснулся ночью и вдруг понял, что он очень обижается на отца Асаву Мажуку, допустим, за то, что тот его забанил у себя в телеграм-канале без вины, как считает этот человек. И вот понимает, что обижается на вас. Ну вот какие-то конкретные советы еще есть, что ему делать? Ну вот он сказал... Открыть холодильник, сделать хороший бутерброд. Да, это духовное упражнение. Вы просто не читали восьмой том добротолюбия. Там это все написано. Просто монахи не торопятся его издавать. Да, но это я могу сказать строчку точно, в каком месте это прочитать можно. Это цитата, да? Да, я вообще от себя ничего не говорю. и просто закусить. Понимаете, я все время вспоминаю, как мой духовник говорил, Савва, попроще. Я себя что-то намудрю, намудрю, там, что Савва, попроще. Надо попроще быть. Понимаете, я в своей жизни много раз убеждался, что мои теории по поводу мотивов поступков людей чаще всего разбиваются по какой-то простой факт. Тебе кажется, что тебя не любят или презирают или относятся свысока, потом выясняется, что человек просто элементарно забыл, забегался или у него большие проблемы в семье, или у него просто диагноз очень серьезный. Вот у отца Антонио нашего, например, был сахарный диабет, это перемены настроения в течение нескольких минут. То есть человек становится страшно раздражительным, у него течет пот, он бледнеет, он может в бобу упасть и в этом состоянии он может наговорить чего-то или что-то такое сделать и принять решение, например, если это руководитель. То есть в жизни всякое бывает и тут нужно, как в бритве О'Кама говорят, что не надо умножать сущности без необходимости. Мы чаще всего все раздуваемо слишком, не всегда, конечно, но в своей жизни я заметил, что, наверное, процентов на 90 это вот то, что я сам себе надумал относительно других людей. А люди-то на самом деле хорошие, очень много хороших людей, просто невероятно много, если вдруг случилось какое-то огурчение, как апостолы говорили, это скорее всего недоразумение или как говорил у нас один старичок враг в отпуск не пошел просто. Крутить враг, крутить, что си. Ну, хорошо, забан в телеграме это еще такое, но бывают очень тяжелые действительно случаи, предательство, измена, когда человек получает страшный удар, и он понимает, что вот этот, этот сделал мне это, и как бы он как христианин не желал простить, он все-таки не может забыть, что именно этот человек причинил мою эту боль. Вот, что тогда делать? Это урок, вот к таким эпизодам, вообще, ко всем эпизодам своей жизни я отношусь как к уроку. Почему со мной это произошло? Например, в 20-м году, когда у нас в Беларуси были эти протесты, многие мои друзья позволили себе не только хамство в мой адрес из-за моей позиции, но и откровенное предательство и вредительство даже. К сожалению, были такие эпизоды, я их никак, вот к этому я не был вообще никак готов, но потом, вспоминая все это и предыдущие годы дружбы, я вдруг понял, что к этому все время шло, меня предупреждали, это ведь я сам подпустил этих людей к себе, я сам позволил с собой так обращаться, я видел, что на этих людей нельзя было положиться, почему я им доверял, почему я закрывал глаза на их поступки не очень красивые в адрес других людей, например, почему я не мог предположить, что они ко мне, со мной так будут обращаться, да, они в конце концов со мной стали так обращаться, то есть это урок, это урок, его нужно правильно, правильно помыслить, и понимаете, христианство это позиция философа подлинного, на самом деле, философия — это длинная мысль, объемная мысль, нам, конечно, проще взять памятку, где там 10 правил на все случаи жизни, например, или 5 инструментов по постановке навыка прощения, там, или еще какие-то, можно написать такую брошюру, и она будет пользоваться с гигантским спросом. Жизнь устроена иначе. Мы имеем дело с живым, а живое объемно и протяженно. Субстанция протяженная, мысли мыслимые и протяженные, и мыслить так нужно тоже о том, что со мной произошло, то есть каждый эпизод мы должны попытаться помыслить объемно, позволить себе длинную мысль, но, конечно, это роскошь, которую не все себе могут позволить. Но вот простоту, да, простые люди, которые двумя ногами на земле стоят, вот рыбы в воде должны плавать, а люди должны по земле ходить, а не в этих, жить в небоскребах и в машинах ездить. Нет, вот есть люди, которые с двумя ногами стоят на земле, они интуитивно понимают, как себя вести, как правильно поступить и даже в монастыре бывают дерутся монахи, братья между собой, и это нормально проходит все, проходит там несколько часов, все, ну, будет все, ну, ты понял, никаких слов, объяснений, там, как можно было, давай это обсудим, проработаем, еще один удар, да, не надо это не прорабатывать, но было и было, попроще надо относиться, люди обижаются, вот я общался с одним, с одним иерархом, он как руководитель довольно тяжелый человек, но его величайшее достоинство, он очень отходчивый, то есть там нужно решить вопрос, он может наговорить, там, наприказывать или еще что-то, а потом раз отошел, и точно так же он отходит, когда его обижают, вот это, это великая достоинство, то есть там, ну, случилось недоразумение, там, что-то в сердцах сказал, или там как-то так безответственно к чему-то отнесся, но бывает, мы всего лишь люди, поэтому один из важнейших моментов, который зрелый человек себе должен просто вот поставить как навык, это снисходительность, добрый человек, мудрый человек, это всегда снисходительный человек, ну, всякое в жизни бывает, ну, и что ж, надо, надо отнестись к человеку как к живому, сейчас он такой, завтра, завтра совсем другой, бывает так, что в школе ты приходишь в новый класс, и тебе кто-то портфелем по голове как даст, или там что-то на стул нашлепает, или какую-то гадость устроит на переменке, а потом этот злодей, с которым ты в первый день слеснулся, оказывается твоим самым лучшим другом, это очень часто так бывает, поэтому не надо обобщать, не надо сразу вот выводы делать, так, где моя книжечка, куда я записываю врагов, у нас была одна монахиня, которая подавала записки за врагов, да, все время, причем, например, о здравии написано там три имени, а потом дальше за врагов, и написано 15 имен, где же она успела с химонахиней столько себе набрать народу, народу. Ну вот есть люди, которые обижаются и врагов заводят, это тоже очень важно учитывать, не как таковых, а в качестве такого важного ритуала, потому что им скучно. Это особенно вот в предыдущих поколениях это была такая форма, если хотите, наиболее наиболее дешевого развлечения, потому что телевизора не было чем заняться. А знаешь, что она сказала, а знаешь, что, а он что сделал, а, это же ей я вот подарила свое лучшее платье, и начинаются там какие-то вещи, разборки, но это все игра. Чаще всего, вот я общался со старыми монахинями, много, особенно в свои юные годы, и даже со старыми монахами. Среди старых монахов это не так было популярно, это развлечение, а вот старые монахини просто вот человеку, ну, понятно, скучно жить, поэтому враги появляются, какие-то интриги, но это только на поверхности. Это только на поверхности, потом, когда видишь людей на молитве или там, как они прощаются, там, или на смертном адре, понимаешь, что это было просто неглубоко, оно не проникало в сердцевину, вот, чтобы они там какие-то интриги не прилили, все равно они, эти сестры, любили друг друга. Да, то есть, это как бывает с ритуальной речью у женщин, да простят меня женщины, потому что мужчины не всегда понимают, что женщины иногда разговаривают не потому, что они хотят донести информацию какую-то, как думают мужчины, не потому, что она хочет спросить, а потому что это просто ритуальный разговор. она задает вопрос, ты говоришь, слушай, ну ты же, ты сама посмотри, ну ты же сама знаешь, я ее тебе уже несколько раз повторял, человек обижается, потому что ты не поддержал ритуальный разговор, это просто политесс, это танец, просто словесный танец, вот она сделала так, и ты должен ответить вот так, она сделала вот так, и ты должен ответить так, и все, все счастливы, все счастливы. И, кстати, и на исповеди тоже это бывает ритуальный разговор, то есть некоторые священники говорят, что ты несешь, сколько можно там, избивают ритуал у женщины, которая пришла на исповедь, а не надо этого делать, пусть она до конца свой танец завершит, ей будет спокойно, и потом, и потом она в конце концов скажет суть, да, потому что это потребность, женщины более символические существа, чем мужчины, у них есть потребность в подобных ритуалах, в подобных узорах, и в том числе бывает ритуальная обида даже, она не потому что обида, а потому что ритуальная, потому что так надо, надо же на кого-то обижаться, надо на кого-то дуться, и поэтому на ровном месте устраиваются какие-то каверзы, и потом у человека содержание для разговоров на целый день, да, как семечки, понимаете, вот эти вот посоломыховые, это вроде бы и не еда, но рот чем-то занят, да, вот у некоторых людей это именно так, поэтому надо попроще ко всему относиться. Вы упомянули о простоте в этой теме, а вам не кажется, что вот когда сегодня люди прорабатывают обиды с психологами, это действительно очень популярно, и кому-то, наверное, помогает, но тут есть другая опасность, начинают расковыривать какие-то гнойники в себе, и ситуация запутывается и становится еще хуже. Встречались с таким? Очень часто, очень часто, я как-то общался со старушкой, которая просто рыдала, мне было бесконечно и жаль ее, потому что ей позвонила дочь из Минска и сказала, я с тобой больше никогда не буду разговаривать. Она спрашивала, как, что, почему, что случилось? Она живет в другом городе, дочка в столице, и потом дочь отключила, заблокировала телефон, перестала с ней общаться, отвечать на любые звонки, и уже старушка через родственников узнала, что она пошла на занятия с психологом, гештальтистом, по-моему, которая искала, что во всех ваших бедах виновата мама, это совершенно очевидно, да, там после разговоров. Травмы детства и так далее. Да, это все, все мама. Вы же не помните, что она вам подарила, когда вам было 7 лет? Вы помните? Нет, не помните, все, это очевидно. Вы вытеснили что-то, возможно, она не подарила, это вот рана, которая была ненесена, вокруг нее другие образовывались, вот то, что вы сейчас не замужем, это вот тогда, да, как она могла, да, и таких историй очень много, очень много, к сожалению, но я отношусь со скепсисом к подобным практикам вообще. Это мне напоминает басню Эзопа про собак голодных. У Эзопа такие потрясающие басни, и вы знаете, что и Ава Дорофей их использовал, и другие отцы, вот и Эзопа, и Эпиктета. Так вот, голодные собаки, которые еле-еле тащатся, приходят на берег, подходят к берегу реки и видят на, наоборот, на другой стороне реки сушатся шкуры, которые можно съесть. И вместо того, чтобы пойти, переплыть речку скоренько, и съесть эти шкуры, они начинают рассуждать, подождите, значит, чтобы нам добраться до этих шкур, нужно подойти ближе к реке, потом нам нужно погрузиться в воду, в воде нужно предпринять какие-то определенные усилия, мы намокнем, мы выбьемся из сил, потом мокрые, выбившиеся из сил, мы с трудом выползем на берег, надо еще будет схватить эти шкуры, потом их утащить. Какой вывод? Наверное, лучше всего, самое простое, что здесь, и самое очевидное, выпить реку. И вот они садятся у берега реки и терпеливо пьют реку. И лопаются в конце. Понимаете, все эти игры в психологов, они вот именно такие, это бесконечная история. Мне кажется, что иногда кажется, что это просто коммерческий проект, потому что бесконечно можно выкачивать с клиента деньги, подсаживать на новые брошюрки, новые курсы и прочие-прочие вещи. Может быть так, хотя среди психологов есть люди, которых я уважаю, вот у меня есть друзья, очень хорошие психологи, они сами критикуют подобные вещи, и у нас просто в эту сферу проникло очень много прохиндеев, к сожалению, или которые чаще всего искренне заблуждаются, я надеюсь, по крайней мере. Но это все вот похоже как раз на это выпивание реки. Какие-то вещи нужно просто, как старцы нам говорили, вот по поводу некоторых страстей, как, по-моему, старец Пимин Великий говорил, что в сундук положи платье и просто не открывай сундук, моль сожрет. О, психологи бы сейчас с вами повоевали, я думаю, как складывать сундук. Они воюют, потому что они материально заинтересованы. Оно же потом там... Он же не заинтересован, чтобы вы исцелились. Он заинтересован найти что-нибудь еще, там откопать, что еще продлит абонемент на два года. Там надо все сундуки открыть, как бы наоборот. Человек бесконечен. Мы даже можем в наше прошлое поставить какие-то сундуки, которых там и не стояло. Понимаете? Человек такое существо, он очень склонен к самообману. Мы свои воспоминания начинаем корректировать. Мы их постоянно корректируем. Причем сам процесс воспоминания, он уже вредит памяти, вредит воспоминанию. Потому что чем мы имеем дело с настоящей травмой или с модной болезнью, которым человеку очень хотелось заболеть? У всех травмы есть в детстве, у меня нет. Причем, кстати, эта старушка, которая мне звонила, она мне рассказывала, что у них очень прилично семья, она дала дочери хорошее образование, ни разу в жизни не крикнула на нее и прочие-прочие вещи. То есть это чувствуется даже в общении, что ты имеешь дело с воспитанным, приличным человеком. Но вот я встречал людей, которым очень хочется. Значит, боли. Вот был такой эпизод у меня, полукомический, когда вдруг среди студентов московских появилась мода на какие-то, знаете, особые извращения в сфере пола, чтобы нужно найти какую-то особую ориентацию. И люди находили, потому что надо же найти, я же не такой, как все. Вот общаясь с некоторыми товарищами, я просто в ужасе был. Зачем вам это? Это модно. Вот как татуху набить, так и ориентацию какую-нибудь себе набить непременно. Вот сейчас в моде эти обиды. Ну что ж, будем надеяться, что это уйдет, что придет на смену этому безобразию. Может быть, даже похуже. Если говорить о сложных случаях, бывает такое, что обида остается на уже умершего человека. И человек мучается уже не с кем поговорить, не у кого попросить прощения. Что тогда делать? Можно ли просить прощения в молитве, например? Ну, конечно, мы общаемся. Даже через сны общаемся. Вот вчера мне мама звонила и говорит, что приснилась тетя и говорит, ну что ж ты всех помянула? У нас как раз был день поминовения дяди нашего, а меня забыла. Я надеясь, я забыла ее попомянуть. И сразу подхватилась, проснулась, мне позвонила, что надо тетюнюшу помянуть обязательно. Так что мы общаемся. Мы общаемся и конечно очень тяжело бывает. Я много раз исповедовал, просто общался с пожилыми людьми, которые очень близко подходят уже к краю своей жизни и тут заостряются какие-то вещи болезненные, которые были забыты давно и давно. Но они не истлели. Но это те уроки, которые человеку нужно доделать, выполнить. Вот допустим, до экзамена, когда зачеты сдашь. Ну и сдашь зачеты. С другой стороны, может так жизнь продляется, понимаете? Я бы простил, но еще жить, пожить хочу. И Господь мне там еще 10 лет даст, потому что я уже чуть-чуть больше простил. Но давайте еще на пенсии приятно жить, я еще чуть-чуть пообижаюсь. Правда, если бы это так работало, конечно, мы бы пережили Мафусаила. Вы упомянули литургический возглас 1, а у нас есть литургическая традиция такая прощенное воскресенье. Как нам кажется, не изжила ли себя эта традиция? Ведь сегодня люди часто просят прощения у незнакомых, у тех, кому они в принципе никогда не могли нанести какую-то обеду. Это наша священная традиция, которую просто нужно беречь всеми силами, я считаю. Прощенное воскресенье это прекрасно, это прекрасно. И, конечно, мне не совсем понятно, зачем просить прощения у незнакомого человека, но и это тоже правильно. Это тоже правильно в определенном смысле для определенных людей, особенно для тех, кто через ритуал мыслит. Вот мы говорили про ритуальность, но иногда нужно и пройти такой ритуал, чтобы правильно настроить душу. Почему-то почему-то обряд гораздо лучше влияет на душу у некоторых людей, чем слово. Вот прошел человек обряд или прошел путь определенный, паломничество, крестный ход прошел, и он что-то сразу понял. Ты ему говоришь, я же тебе это твержу уже который месяц. Нет, он понял, когда совершил обряд, совершил ритуал. Поэтому всегда будут паломнические походы, поездки, крестные ходы и подобные вещи. Порщеное воскресенье люди чуткие, духовно чуткие, ценности этих вещей очень хорошо понимают. Это большое дело. Большое дело. Отказываться от такого богатства, не знаю, каким надо быть безумным человеком, чтобы на это замахнуться. А когда, допустим, в очереди на исповедь человек перед тем, как подойти к священнику, оборачивается к другим, кланяется и говорит, простите меня, как вы считаете? Стоит ли это делать? Это тоже некий обряд? Это дело общины. Есть общины, в которых это вполне нормально, это прижилось. Есть, в которых нету. Поэтому я все время говорю, что надо исповедоваться только у своего священника. У меня есть крепкая убежденность в том, что исповедоваться можно только у своего духовника и больше ни у кого. Даже если он вам кажется недостаточно богословски развитым или, может быть, он часто не понимает, что вы несете или еще что-то. Держаться одного батюшки надо обязательно. Может быть, я не прав, но мой личный опыт и опыт людей, с которыми я дружу, он подтверждает, что ни в коем случае нельзя расставаться со священником, в котором ты исповедуешься. Он должен быть один. Не надо держаться крепко своей общины, своей церковной семьи. Это очень важно. А на приходах разные обычаи есть. Где-то это хорошо, правильно, где-то это неуместно. Нужно исходить из контекста, чтобы ты не пришел в чужую семью и там навязывал свои обычаи, а ходил к себе, в свой храм, к своим батюшкам, рядом со своими друзьями, братьями, сестрами стоял в храме. И на исповеди, и на причастии. Это очень важно. Отче, могли бы вы в заключении нашего разговора сказать какое-то пожелание, какую-то краткую реплику тем людям, которые понимают, что их тревожит обида, но пока с собой ничего не могут сделать? Ребята, будьте попроще. Вот и все. Попроще и чаще над собой смейтесь. Это лекарство действует безотказно и очень быстро помогает, снимает симптомы, по крайней мере, на долгое время. Спасибо, дорогой Отче, за эту беседу. Аминь.